МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хюрем, султан, что вы делаете? Оставьте нас одних. У тебя в руке окровавленный кинжал. Как ты посмела так сюда прийти, Валиде? Выйдите. Идите. Ты совсем потеряла контроль над собой? Вы... Это вы сделали. Это вы убили мою лошадь, я знаю. Я пойду. Дае. А если что произойдет, она совсем не в себе. Она ничего не сделает. Дае Хатун там, она ей не позволит. Почему ты вышла? Вернись обратно. Валиде султан так повелела. Она была моей жизнью. Это был самый дорогой подарок повелителя. За что вы ее убили? Зачем? Решили мне так отомстить? Опомнись, Чурэм. Ты осознаешь, в чем меня обвиняешь? Я не сомневаюсь. Это кровь на ваших руках. Вы ударили меня в самое больное место. Но вы рано радуетесь. Счастья вам это не принесет. Потому что... Это грязная победа, Валиде. Вы сегодня убили не мою лошадь. А мою доброту, пролив невинную кровь. Я вам отомщу. Отныне нам двоим будет тесно в этом дворце. Ты убьешь меня? Моя любовь к Сулейману дает мне силы жить. Я любимая наложница повелителя. Если вы хотите этому помешать, придется убить меня, а не лошадь. У рабов не бывает любви, Хюрэм. Только надежды и мечты об освобождении. Ты одна из них. Никому нет дела до твоих чувств. Ты рабыня, которая должна преданно служить монаршей семье. Рабыня! Ты никто без нашей любви и покровительства султана. Если я никому не нужна, рабыня, убейте. Ну же. Давайте. Чего вы ждете? Если у вас хватает смелости и достаточно сил, прямо сейчас убейте меня. Скажи нам, что произошло. У Хюрэм Султан убили лошадь. Аллах, Аллах. Кто осмелился на такое злодеяние? Что происходит? Госпожа, как вы вовремя? Не забывай, кто стоит перед тобой, Хюрэм. Чтобы избавиться от тебя, мне не нужен этот окровавленный кинжал. Если я захочу, могу уничтожить тебя в одно мгновение. Я могу изгнать тебя из дворца. Сейчас же возьми кинжал и уходи. Кинжал пусть останется у вас. Как напоминание о том, что вы мне сделали. Я этого не забуду. Госпожа. Хюрэм. Кто и как убил лошадь? Кто осмелился среди бела дня сделать такое с подарком повелителя? Достаточно, Дайя, иди. Можешь оставить нас. Валиде. Хюрэм ведь лжет. Правда? Она нас обманывает? Что за вопросы, Хатиджи? Все же ответьте мне. Вы не убивали эту лошадь? Скажите. Нет, не убивала. Простите меня, Валиде. Давай просто забудем об этом. Госпожа, повелителя тут нет. Где же он? Говори. Повелитель ушел на заседание совета, госпожа. Не так. Мне не нравится. Сделай, как Нилюфер. Госпожа. Я ведь велела тебе не прикасаться к моим детям. Простите, госпожа, она сама попросила заплести ей волосы. Где другая служанка? Позови ее сейчас же. Что стоишь? Приведи сюда. Мама, ты злишься? Конечно нет, милая. Все хорошо. Вы обе собирайте свои вещи. Не хочу вас больше тут видеть. Но, госпожа, Валиде Султан приказала нам... Валиде вам ничего больше не приказывала? Она рассказала вам, как от меня избавиться. Делайте то, что я сказала. Прочь. И с Майей Нилюфер, мои служанки. Если я еще раз увижу вас с моими детьми, я вас не пощажу. Почему ты плакала, мама? Кто тебя обидел? Нас не любит, дочка. Тебя, меня, твоих братьев не любят. Кто не любит? Валиде Султан, да? Нилюфер, Эсма. Эсма, отправляйся к детям. Будешь как раньше за ними присматривать. Но, госпожа... Делай, что я говорю. Иди, милая. Иди. Госпожа. Не сердитесь. Но что будет, если Валиде Султан узнает? Что тогда? Что будет тогда? Она уже убила подаренную мне повелителем лошадь. Она была символом нашей с повелителем любви. Поэтому она ее убила. Но я ее знаю. Она на этом не остановится. При возможности она и меня убьет. Поэтому и мы не должны смыкать глаз. Нужно постоянно быть начеку. Валиде Султан. Валиде Султан сейчас отдыхает, Симбюль. Зайди позже. Да, Ехатун. Я не беспокою по несерьезным вопросам. Что такое, Симбюль? Говори. Хюрем Султан. Что теперь? Валиде Султан. Хюрем Султан прогнала обеих присланных вами служанок. Теперь Исма и Нелюфер прислуживают ей. Что делать? Ничего не делай. Если она так привязана к своим слугам, пусть остается. Но, Валиде Султан... Да, я. Слушаю, госпожа. Хюрем отдала кинжал тебе? Да, мне. Я его спрятала. Почему вы спрашиваете? Дай членам совета, чтобы к завтрашнему дню были готовы. Как прикажете, государь. Повелитель. Госпожа. Хранитель покоев. Хюрем, что-то случилось? Что с тобой? Мне нужно с вами поговорить. Заходи. На тебе лица нет. Что с тобой? В чем дело? Почему ты плачешь? Кошеть. Страсть. Умерла. Как умерла? Я велел ухаживать за ней наилучшим образом. Умерла не от болезни Сулейман. Не от старости. Ее кто-то убил. Заколол кинжалом. Более того, моим кинжалом. Но кто осмелился совершить такое? Не знаю. Мне не говорят. Я нашла ее, лежащей в крови. И еще вчера я ее кормила своими руками. Ясно. Молко Чеглу. Идем. Повелитель. В моем собственном дворце закололи кинжалом подаренную мной лошадь. Кто мог совершить такое? Кто бы он ни был, найди и приведи его ко мне. И тогда я сам вырву у него сердце. Не беспокойтесь, государь. Сейчас же этим займусь. Кто бы это ни сделал, я доставлю его к вам. Не плачь больше. Даю слово, кто бы это ни сделал, он за это ответит. Смотри, что здесь со мной делают. Я боюсь, Сулейман. Хюрем, ты улыбка на моем лице. Сердце моей любви и смысл жизни. Сотри слезы с глаз, ничего не бойся. Твоя жизнь, моя жизнь. Кто что может сделать? Возможно ли это? Но уже не грусти. Выши голову. Постарайся быть сильным. Нам предстоит долгая разлука. Не хочу за тебя волноваться. О чем ты? Ты куда-то едешь? Я решил идти воевать. На Буду еще дальше на Вену. Нет, не надо. Не уезжай, Сулейман. Хюре. Без тебя я останусь здесь совсем одна. Для моих врагов это возможность начать действовать. Когда ты вернешься обратно, ты можешь меня тут не найти. Валиде, да и я, страсть, кин, жалма. Этой женщине удавалось все, что она говорила. Как я ни старалась, не могла ей помешать. Постепенно она будет добиваться своих целей и станет еще сильнее. Валиде, бей. Повелитель. Как успехи, что удалось узнать? Я еще не установил, кто это был. Но скоро узнаю, господин. Как госпожа. Она очень напугана и расстроена. Она так дорожила этой лошадью. Молко Чеглу. Кто бы за этим ни стоял, действуй без колебаний. Никого не покрывай. Ты меня понял? Понял, повелитель. И виновных не щади. Действуй, как полагается. Не сомневайтесь во мне. Хюрен, съешь что-нибудь? Повелитель. Молко Чеглу, заходи. Повелитель, госпожа, доброе утро. Доброе утро. Совету были сообщены новости. Все будет, как вы приказали. Прекрасно. Боли-бей, вам удалось найти убийцу? Я занимаюсь этим лично. Убийцу сегодня найдут. Госпожа, с вашего позволения, я хочу задать несколько вопросов. Слушаю вас. Это вы дали кинжалу служанке Нилюферхатун? Да, я. А что, это она? Вы ее подозреваете? Я рассматриваю все варианты. Это невозможно. Это не она. Я ей доверяю. Она мне верна. Вы кого-то подозреваете? Нет. Но кто бы это ни был, он должен обладать властью. Либо быть доверенным лицом сильного покровителя. Когда вы отправляетесь в путь? Как только закончим подготовку. Ибрагим тоже поедет? Конечно, поедет. Как же я без Сераскера буду? Очень интересно. До каких еще высот поднимется Паша? Тебе интересно, куда он поднимется? Выше только мой трон. Но об этом он может и не мечтать. Так как он не принадлежит к семье. Он уже породнился с тобой. Но кто знает. Может быть, он хочет большего. Он не османского рода. Ибрагим — грек. Ты забыла? Возвращайся к себе в комнату. Ты всю ночь ворочалась. Отдохни. Субтитры создавал DimaTorzok